В Сербии очень скоро стартует кампания по выборам народную скупшину. Очень хотел бы, и это желаю вам, успешно сдать важный экзамен перед своим народом. Не сражайтесь друг с другом. Сербы – это единственный оплот, мощный оплот, который остался от некогда великого государства – Югославии. Может, кто-то не согласен со мной, что это была великая страна, но так это нам в Советском Союзе виделось. Мы вам очень завидовали за ваше развитие, за продвинутую экономику, за ваше общество, за порядок, который всегда был в вашей стране. И вы тогда многого добились. И мы к вам порой, наши власти, очень ревниво относились. Вплоть до враждебности на каких-то этапах. Поэтому я еще раз прошу вас, будьте единым целым. Потому что противников и врагов у сербов и у белорусов предостаточно. Они вокруг. Их хватает. Так надо успокоиться, думать об этой святой земле, о народе. Сегодня на встрече с президентом Сербии, господином Александром Вучичем, я сказал о том, что прибыл к своим близким друзьям. Страну, с которой нас многое связывает. Это действительно те чувства, которые я и вся наша делегация каждый раз испытываем, находясь в Белграде. Но нынешний визит для меня имеет особое значение. Во-первых, в текущем году исполнилось 25 лет с даты установления дипломатических отношений между Белоруссией и Сербией, которые за это время прошли непростой исторический путь. Наше главное достижение – возможность быть хозяевами на своей земле. Самостоятельно определяет направление развития, соответствующее духу времени и государственным интересам. Во-вторых, ровно 20 лет назад я посетил Белград, чтобы выразить поддержку Беларуси, братскому сербскому народу. Тогда же, в ходе жестокой бесчеловечной агрессии НАТО против суверенной Югославии погибли тысячи ни в чем не повинных людей. Отзвуки этой войны вы переживаете и сейчас. В те минуты мы были рядом и всячески поддерживали вас. Беларусь постоянно выступает на стороне Сербии по вопросам, связанным с ее территориальной целостностью и суверенитетом. Наша позиция остается неизменной уже долгие годы и будет такой впредь. Именно человеческая солидарность, сопереживание, идущее от сердца, формирует культурную и духовную общность, являются фундаментом белорусско-сербских отношений. Это наше великое наследие, которое мы должны сберечь и передать своим детям и внукам. Ведь сербы, как и белорусы, не понаслышке знают, что такое война, ее разрушительные последствия и невосполнимые потери. В 2019 году мы отметили 75-летие освобождения наших стран от нацизма. Сегодня, когда живых очевидцев той самой страшной трагедии в истории человечества, с каждым годом остается все меньше, особенно важно сохранить память о героях и невинных жертвах войны. Это нужно сделать для нашей же безопасности во имя мирного будущего Европы и планеты в целом. Спасибо.